В октябре в Москве прошло открытое перенство специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва ЦСКА по греко-римской борьбе. Турнир проходил во дворце спортивных единоборств армейского клуба и был посвящен памяти двух выдающихся борцов прошлого – Владимира Росина и Александра Мазура. По традиции соревнования собрали лучших юных борцов Москвы и Подмосковья. Мальчишки с присущим дерзостью и азартом бросались на соперника, стараясь увезти в портер и там уже применить болевой прием. Когда же план не срабатывал, в них просыпалась спортивная злость. Тренеры помогали своим воспитанникам советами, контролировали каждую минуту схватки. Но принимать окончательное решение приходилось самим юным спортсменам. Всю свою жизнь Владимир Росин и Александр Мазур посвятили спорту. Первый был чемпионом Советского Союза и обладателем Кубка мира. Что же касается Александра Мазура, то о его жизни можно написать целый роман. Выдающийся спортсмен родился в 1913 году. С юности отличался большой физической силой. До войны под псевдонимом Богатырев участвовал в цирковых поединках по классической борьбе. Тогда же он познакомился с легендарным борцом Иваном Подубным. Позднее, в 1957 году, Александр Мазур выступит в качестве консультанта на фильме «Борец и клоун». Сам он сыграет в нем роль Черной Маски, борца, с которым по сюжету борется Подубный. «Кто вы такой?» «Иван Подубный, хрущик из Феодосии». Во время войны Александра Мазура отзывают с фронта и направляют на учебу в Институт физической культуры. В 1944 году он становится чемпионом СССР. Потом он еще трижды защитит этот титул. В 1955 году в возрасте 42 лет он становится чемпионом мира. В финале Мазур побеждает легендарного шведского борца Бертоля Антенсена. После этого Александр Григорьевич ушел на тренерскую работу в ЦСКА, где готовил будущих чемпионов. В течение многих лет он возглавлял совет ветеранов спорта армейского клуба. Нынешний турнир продемонстрировал десятки ярких и бескомпромиссных поединков юных борцов и давнюю борьбу за лидерство спортивных школ московского региона. Как и в прежние годы, тон задавали юные армейские борцы. Своим стремлением к победе они продолжают славные традиции родного клуба и его лучших представителей. Продолжение следует...